здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я вернулся из-за границы из путешествия мы ездили по европе по многим странам и мы пользовались естественно карточками я уже рассказывал как пользоваться безопасно карточками но сейчас я поделюсь опытом как это произошло что я делал схема использования карточек и какие карточки оказались наиболее привлекательными что самое интересное то есть многие люди говорят что лучше нас наличка ехать и так далее я говорю что наличка не нужно я это утверждаю и вот я это сделал мы ездили без налички абсолютно вот совсем без денег то есть на наличных мы пользовались исключительно карточками почему я убежденный сторонник именно карточек потому что но смотрите дело в том что мы проехали через смотрите финляндия это зона евро дальше швеция там шведская крона норвегия норвежская крона дальше была дания датская крона после дания у нас была германия нидерланды бельгия франция все это и назад через германию уже тоже снова все это евро но дальше мы переночевали в чехии это чешская крона дальше мы из чехии поехали назад но через германию снова сказать проехали в польшу в польше польский злотый из польши мы естественно перри секли границу с белоруссии а в беларуси тоже своя валюта это белорусский рубль там тоже не принимают ни российские рубли ни евро ни доллары там не помогут и во-первых обменка обмен курс обмена далеко не всегда очень хороший это я точно могу сказать и во вторых значит когда мы пользуемся наличкой даже если мы пользуемся наличкой вот вот она вот у меня гора иностранных денег которые привез из различных поездок здесь есть и швейцарские франки и норвежских нет норвежских крон нет вру вот нож шведские кроны есть то есть всех 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 валют которые у меня были они у меня лежат мертвым грузом потому что ни один обменник вам не обменяет звенячую мелочь вот эту вот поэтому они лежат мертвым грузом сейчас я пользовался до наличкой один раз мы не смогли заплатить карточкой это было в булочной там что-то там мы набрали на 6 евро вот мне пришлось идти снимать 50 евро значит мне дали сдачу соответственно там в районе трех евро ну на туалет из вас истратили 70 центов в германии собственно все мы привезли несколько монет в евро вот и 40 евро бумажками вот 40 евро завтра я пойду класть на брокерский счет вот значит а все остальное время мы пользовались карточками карточки у меня были следующие смотрите тинькофф драйв у меня яндекс деньги у меня есть карточка тинькофф black черная у меня есть карточка rocket банка и есть карточка open карт открытие и с другой стороны у меня есть еще про запас у жены карточка тинькофф и у дочери карточка тинькофф и у детей есть карточки бывшего бенбанка сейчас это открытие вот и но вы знаете что я давний приверженец тинькофф банка но сейчас немножечко условия изменились и поэтому тинькофф уже стал как ни странно не самый лучший банк но значит там есть свои плюшки и поэтому я расскажу и в конце я расскажу о том как пользоваться ими безопасно наиболее безопасно как обезопасить себя и так ну давайте самое самого большого разочарования моего но в карточках а ну во первых самая бестолковая карточка это яндекс деньги почему она у меня есть потому что есть люди которые хотят заплатить мне деньги иногда встречаются и которые говорят что у меня вообще нет никаких карточек только наличкой пользуюсь но я могу перевести вам деньги через яндекс деньги на яндекс кошелек но яндекс кошелек у меня есть но с яндекс кошелька деньги вывести стоит там от трех до пяти процентов комиссия без комиссии можно сделать с яндекс кошелька деньги вывести только так завести бесплатную пластиковую карточку яндекс деньги и этой карточкой расплачиваться в магазинах что я собственно говоря и сделал у меня были там небольшие деньги, я там заправился один раз, не помню что, то есть продукты покупаю на Яндекс.Деньги, пока они не закончатся, когда деньги приходят ближе к концу, я просто остаток денег перевожу, ну, оплата за ровно ту сумму, которая есть, за телефон детям. Вот, собственно говоря, таким образом я пользуюсь Яндекс.Деньгами. Она бесплатная. Теперь дальше. Следующая карточка это вот эта карточка, Тинькофф Драйв, это самое большое мое разочарование, это кредитная карта, Тинькофф Драйв и Тинькофф Драйв обещает нам с вами 10% кэшбэка на бензин и автоуслуги, автозапчасти. Обещает. И он действительно их начисляет, но первое, он начисляет их баллами, которые можно обналичить от 2000 баллов один к одному, но только за автоуслуги или запчасти, за бензин их можно обналичь в расчете один к полутора, но это даже не самое главное. Самое главное, когда я покупал карточку, условия были, да, именно такие, но через какое-то время Тинькофф поменял условия и поменял в худшую сторону. Что теперь? Теперь для того, чтобы получить вот эти 10% кэшбэка на автоуслуги и на бензин, я должен истратить с этой карточки расплатиться на обычные покупки, которые дают 1% кэшбэка, не менее чем, в три раза больше, чем за бензин. И тогда это условие начисления баллов за бензин. А если я не выполнил это условие, то баллы прогорают. Значит, что получается? Вот сейчас вы видите формулу. Смотрите, я прикинул. Значит, мы должны, если я X денег затратил на бензин, скажем, 10 тысяч рублей на бензин там в путешествии, понятно, что я за бензин тратил очень-очень много. Кстати, все кэшбэк-программы, они работают и при заграничных тратах. Вот. X умножить на 0,1 это 10 процентов, плюс мы должны истратить 3X умножить на 0,01 процента. И получается, что X, если вынести за скобку, то получается 0,13 процента за все покупки, которые мы совершили. То есть, теперь дальше. А на какую сумму покупок мы совершили в результате? В результате мы совершили покупок на X плюс 3X, то есть 4X. Делим это на 4X, X сокращаются и получается 0,0325, то есть 3,25% кэшбэк в среднем за все покупки, если вы будете пользоваться исключительно этой картой. Вот. Или меньше. То есть, это максимум, что вы можете получить от Тинькофф Драйв. и обналичить эти деньги вы сможете один к одному, только от 2000 рублей и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Крайне неинтересные условия, во-первых. Во-вторых, здесь есть элемент какой-то, ну, как бы, лукавства, что ли. Потому что Тинькофф обещает 10% кэшбэка на бензин, но этот кэшбэк таким образом вот, ну, обусловлен, что на самом деле получается не 10%, а 3,2%. Хотя 3,2% тоже немало, вот. Но этой карточкой я, значит, я добью такие до 2000 рублей баллов, до 2000 баллов, и я уже за запчасти, прежде чем ехать, я покупал запчасти, я пошел и сказал, разбей-ка мне, пожалуйста, там я покупал что-то дорогое, говорю, 3 платежа по 2000. Он разбил мне, значит, сотрудник магазина 3 платежа по 2000, то есть, ну, 2000 точно я компенсирую этой карточкой, они мне вернутся. Вот, после того, как вернутся, я думаю, что я перестану пользоваться этой карточкой. Да, у этой карточки еще есть годовое обслуживание 990 рублей, это крайне непростое, приятно. Вот, теперь дальше. Есть обычная карточка Тинькофф, которая, я всегда говорил, Тинькофф это лучший, вот, вообще, но тут действительно есть очень много всего хорошего, шикарный совершенно личный кабинет, шикарная программа при виде друга, и вот один процент кэшбэка на все покупки. Один процент кэшбэка на все покупки. И когда-то эта карта была лучшей, потому что это была и карта единственная, которая давала и процент на остаток, который равнялся депозитному буквально проценту, и плюс кэшбэк. И я когда-то снимал видео, говорил, что за счет процента я получал там типа 100 рублей в месяц, процент на остаток по счету, который компенсировал 100 рублей платы в месяц за эту карту, она не бесплатная. Вот, и за счет кэшбэка я получал плюс 400 рублей, это был кэшбэк 1% в месяц. Эти условия остались, но сейчас буквально, ну, практически все банки предлагают практически такие уже условия, то есть 1% на все покупки это только ленивый не предлагает, вот, и есть банки при этом, буквально при тех же условиях, бесплатные, вот, поэтому есть карты, которые лучше, чем Тинькофф сейчас уже, да, и вот по этой карте, вот, которая сказала, разочарование Тинькофф Драйв, по акции приведи друга мне Тинькофф заплатит 500 рублей, по акции приведи друга за Тинькофф Блэк мне Тинькофф платит 300 рублей, но, соответственно, я ни в коем случае не рекомендую вот эту покупать по Тинькофф Драйв по вышеозначенным причинам, несмотря на то, что Тинькофф мне даст больше, вот, потому что, ну, потому что она не то совсем, вот, порадовала меня карта, очень сильно порадовала Рокетбанка, Рокетбанк, тоже обалденно, ну, приятный, достаточно, личный кабинет в телефоне, правда, только в компьютере нет личного кабинета, пополняется очень легко с любой карты, с карты любого банка, просто, я беру, говорю, пополнить с карты другого банка, беру, значит, там, сфотографировать карту другого банка, и все, денежки моментально на карте Рокетбанка, вот, Рокетбанк, бесплатное обслуживание, то есть, в отличие от Тинькоффа, нету 100 рублей в месяц, вот, да, там пополнение, там, по-моему, минимальная сумма на пополнение есть, там, сейчас, по-моему, снизили до 3000 рублей, вот, поэтому, Рокетбанк, очень приятная карта, 1% на все покупки, правда, тоже баллами, и баллы можно обналичить, к сожалению, только, насколько я помню, от 3000 рублей, 1 к 1, но зато любая покупка, любая покупка, поэтому, а так как у меня, значит, по акции, здесь, при виде друга, там, 500 рублей, Рокет рублей, так называемых, которые, ну, это баллы, фактически, можно обменять на 1 к 1 на покупки, то, когда я поехал, в общем, ну, у меня были покупки, то есть, за отели я платил в среднем по 5 тысяч за ночь, и поэтому, значит, таких покупок, на которые можно компенсировать эти деньги, были, и карта Рокетбанк меня очень здорово порадовала, и я старался пользоваться, но во многом этой картой, и самые лучшие результаты, как ни странно, дала карта на открытие банка, OpenCard, именно OpenCard, смотрите, она, мне банк вообще не нравился, честно говоря, вот, раньше, да и сейчас, как-то я не сильно в восторге от него, но, значит, вот, условия по карте получились лучшие, посмотрите, почему, потому что, я перед поездкой, на всякий случай, завел еще одну карту, когда человек заводит новую карту, у него 3% кэшбэка на все покупки, вот, в последующем, их надо заслужить, эти 3%, ну, 1% дается вообще всем, это безусловно, еще 1% дается, если мы совершаем покупок, насколько я помню, на 10 тысяч рублей за предыдущий месяц, мы совершили покупок, и еще 1% дается, если мы совершаем покупок в интернете, там, больше, чем на 1000 рублей, что ли, короче говоря, все 3 условия здесь я соблюдаю точно совершенно, и 3% кэшбэка, друзья мои, это очень-очень здорово, да, здесь нет процента на остаток по счету, его нет, но 3%, если я говорил, что Тинькофф 1%, и это 400 рублей, ну, представьте, 400 рублей умножить на 3, а в путешествии, естественно, там денег намного больше, то есть, здесь 3% на все покупки, поэтому я пользовался исключительно этой картой, вот здесь, и уже компенсировал кое-что, потому что здесь компенсация этих баллов идет от 2000 рублей, вот, ну, и, значит, что я еще хочу сказать, сейчас я попытаюсь показать вам схему, которой я пользовался, для того, чтобы обезопасить себя, как я и обещал, ну, вот посмотрите, схема следующая, вы знаете, что у меня основные деньги лежат в открытии брокер, и из открытия брокер я могу деньги вывести на карточку открытия банка, и могу вывести деньги на карточку Тинькофф банка, обычно я именно так и делаю, и после того, как я вывожу их, ну, в данном случае у меня лежали деньги на Тинькофф Black, на дебетовой карте, и с Тинькофф дебетовой карты я платил, я переводил деньги, пополнял карточку, либо карточку OpenCard, либо RocketBank, и пользовался этими картами для того, чтобы использовать те плюшки, которые они дают, о которых я рассказал только что, ну, и также пользовался кредитной картой Тинькофф Drive по вышеозначенным причинам. Карточку, на которой лежали основные деньги Тинькофф Black, я даже не носил с собой, потому что я ее положил в чемодан, то есть основные деньги у меня, я их не светил, эту карточку, а светил карточки RocketBank и OpenCard, на которых были небольшие суммы на текущие расходы, и я их регулярно пополнял через интернет-банк. Собственно говоря, вот таким образом пользовался. Я считаю, такая схема безопасна, потому что, ну, то есть даже если кто-то украдет у меня карту, это будет либо OpenCard, либо RocketBank, но там будет сумма очень-очень небольшая и не основная, от которой, в общем, будет не так больно, по крайней мере, я не потеряю все деньги. Проблем никаких с картами у меня не было, ни при оплате дороги, ни при оплате отелей, ни разу, ни в магазинах. Ну вот, друзья мои, я рассказал вам, как я пользовался картами, небольшой обзор по картам, по их свойствам. Как ни странно, оказалась лучшая карта OpenBank. Но если вы захотите другую банк, другую карту, пожалуйста, для того, чтобы получить эти карты, ссылки соответствующие, вы увидите в описании к данному видео. Если вы захотите воспользоваться этой картой и воспользуетесь ею по ссылке, которую вы видите под видео, под описанием, то вы получите по этой карте дополнительные плюшки. Ну, за Тинькофф Black вы получите 300 рублей. Ну, это бесплатно обслуживание в течение трех месяцев. Вот. За Тинькофф Drive вы получите 500 рублей наличкой буквально. Вот. После того, как вы начнете ее пользоваться. Вот. А за Rocket Bank и Open Card вы получите по 500 рублей, но баллами. Вот. Open Card с вас при оформлении карты возьмет 500 рублей сначала. Вот. Но после того, как вы по данной карте сделаете покупок на 10 тысяч рублей, вам начислят 500 вот этих баллов дополнительно. То есть, вернут вам, но баллами. Эти самые 500 рублей. Далее, обслуживание бесплатно. Обслуживание бесплатно и Open Card и Rocket Bank, что очень приятно, но там нет начисления процентов, к сожалению. Rocket Bank обещает буквально с завтрашнего дня, с 3 сентября улучшить какие-то условия. То есть, там очень серьезное обещает обновление личного кабинета. Он непрерывно развивается. Очень интересный банк, с одной стороны, но с другой стороны по надежности, но я бы не советовал вам хранить в этом банке большие деньги. Почему? Потому что, ну, на самом деле, Rocket Bank не является банком в полном смысле этого слова, потому что это платежная система, очень интересная. Сейчас она принадлежит KiwiBank вот, но KiwiBank хочет от нее потихонечку избавляться и частично, по-моему, она принадлежала OpenBank тоже. Кому она будет принадлежать дальше, я не знаю, но сервис очень-очень интересный, очень любопытный. Он развивается, там вообще кривативит ребята. Вот, и условия хорошие на самом деле, поэтому я очень советую воспользоваться этим сервисом, тем более, что он бесплатный и дает такие хорошие условия. Вот, OpenCart, я уже сказал, что для тех, кто, особенно для тех, кто в открытии, там вообще совершенно шикарный личный кабинет, в котором видны не только все ваши карты в банке открытия, но и брокерский счет, и перевод денег, естественно, с карты OpenCart на брокерский счет и обратно происходит моментально, потому что все это внутри банка, все это происходит достаточно быстро и хорошо, и, что самое интересное, без комиссии. Да, ну, комиссия стандартная, там, при выводе рублей, там, 200 рублей, независимо от суммы. Вот, ну, это в любой банк из открытия. Вот, такие условия, пожалуйста, пользуйтесь. Ну, а сейчас я прошу вас поставить лайк, и, так сказать, если вы еще не подписались на мой канал, подпишитесь, пожалуйста, потому что будет много-много всего интересного. А сейчас до встречи. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok